Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В горах местами до минус 9 градусов. Днем плюс 8-13. В горах местами плюс 1-6. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью на улице 2. Днем плюс 10-12. Ночью и утром на дорогах гололедится. Передача «Знания о наследии народа. Цель встреч», которую в городах за пределами республики проводят люди, которые заинтересованы, чтобы подрастающие поколения знали, любили язык и обычаи предков. Одна из таких встреч прошла в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Репортаж Аллы Динаевой. Обучаясь в различных вузах, молодежь республики уезжает и проживает в больших городах России. Но чтобы молодые люди не теряли связь с корнями, знали и продолжали изучать язык, историю и традиции своего народа, писатели-публицисты Сокопаев провел встречу со студентами в Ставропольской краевой библиотеке имени Лермонтова. Для познания нравов, какого не есть народа, старайся прежде выучить его язык. Когда мы учим свой язык, мы хотим на нем читать. Я вас всех приглашаю, конечно же, те, кто в Ставрополе, приходите, посмотрите книги и Суюна Капаева, и Сысу Юновича, и Кадрия. Все это на ногайском языке. Это богатство. В центре города, в Ставрополе, в этом отделе. Почему не прийти, не взять книгу на дом и не прочитать ее? В библиотеке очень много материалов, очень много книг, касающихся истории и культуры нашего народа. Здесь прошли библиотеки, в частности, замечательные презентации. Заведующий отделом литературы на иностранных языках Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова Вера Лопухова предложила проживающим в Ставрополе ногайцам. Найдите одного знающего преподавателя, а мы вам обеспечим площадку, где вы можете собраться в пятером-шестером и изучать свой язык с этим преподавателем. Мы так изучаем здесь в иностранном отделе французский, немецкий, общаемся на английском, так как отдел иностранный. Я вот очень бы хотела, чтобы, ну мы бы, да, чтобы таким образом на волонтерской основе как-то начинали и вот изучать свои языки. Народный писатель Карачева-Черкесия Иса Капаев на встрече презентовал интернет-портал «Ногайский дом», благодаря которому читатели могут познакомиться с ногайской литературой, музыкой, историей и культурой. На портале представлено много информации, связанной с языком, фольклором, достижениями в науке, спорте и образовании. Целью интернет-портала «Ногайский дом» является сохранение и передача знаний о наследии народа, формирование патриотического отношения к родине. Поделились собравшимися знаниями и идеями заместитель председателя Федеральной национально-культурной автономии «Ногайцев России» Магомед Санглебаев, а также главный редактор Карачева-Черкесского, литературно-художественного журнала «Мамит-Экей» Асан Найманов, который на протяжении многих лет выявляет и поддерживает одаренных детей и прививает любовь к родному языку. Аладдинаева, Олег Малхожев, Вести, Карачева-Черкесия, Ставрополь.